20 апреля по всей России отмечается Национальный день донора. Десятки ульяновцев пришли сдать кровь и помочь другим гражданам. Ульяновцам не нужно сверяться с календарем, чтобы спасти чудо-жизнь. Сегодня холл станции переливания крови полон добра и искренности. Среди доноров Евгений Красаков. Впервые он сдал кровь 30 лет назад, будучи еще курсантом. Материал нашел своего адресата. Им стал ребенок больной лейкозом. На госэкзаменах произошло еще одно чудо. Я был шок, когда утром у меня возле кровати на четвереньке сидел мужчина. Я говорю, вы откуда, что и как? Он говорит, мне нужно сдать ребенку кровь мою. Я говорю, сдадим без проблем. Только утрясем какие мелочи. После сдачи крови сдал все удачно, нормально. Родители мне предложили внушительную сумму денег. В те времена таких денег, честно говоря, не видел. И таких купюр даже не видел. Я сказал, это все от души, от сердца. Это была у меня первая сдача. Ну и, естественно, предложили яблоки. Яблоки, я говорю, курсанта возьму, угощу. Тогда впервые за все годы Евгений лично увидел, кому спас жизни. А спасал часто. В 158 раз сдавал кровь. Отныне рядом сердце носит почетный знак донора. В Ульяновской области его носят почти 11 тысяч человек. Это говорит о том, что каждый из них минимум 40 раз поделился своим биоматериалом или 60 раз сдал плазму. Вы знаете, все, кто приходят, они остаются. Они остаются. И, естественно, это душевный порыв любого, так сказать, человека, здравомосящего, который готов пожертвовать собой, частью себя, для того, чтобы спасти ближнего. Если мы берем дароохранение области, для России, собственно, это десятки, сотни, а может быть, какие-то моменты, тысячи случаев ежедневно, это тысячи спасенных жизней. Свой вклад внесли сотрудники Ульяновского отделения Союза машиностроителей. Вот уже 10 лет они регулярно пополняют донорский банк. У нас очень активно проходят акции на Ульяновском конструкторском бюро приборостроения. Авиастар очень активно участвует, очень активно участвует, большой вклад вносит в донорское движение. Ну и все остальные предприятия. Искра, механический завод, университеты. Не обошлось и без наград. Десятки доноров получили грамоты и благодарственные письма. В области больше 100 тысяч человек, кто хотя бы раз сдавал кровь. А значит, ровно столько же людей полностью здоровы, без хронических заболеваний и патологий. Присоединиться может каждый совершеннолетний. Подробнее о всех деталях можно узнать на официальном сайте станции переливания крови. Кирилл Савосин, Александр Никитин, Геннадий Бухтаяров, Управда ТВ.